Приветствую вас. Мужчины, которых вы назвали, вот тот тип мужчин, о которых вы пишете в своем сообщении, он характеризуется, этот тип мужчин, тем, что им постоянно нужна самоизвестация и доказывать себе, например, что они неотразимы, что они идеальны, великолепны, ну и так далее. То есть можете добавить, в принципе, любое прилагательное. То есть, по сути, им нравится, когда их отталкивают потому, что это обуславливает необходимость вновь и вновь завоевывать. А завоевывать, значит, вновь и вновь показывать себе, что он может, что он в силах, что он способен. То есть, по сути, для мужчины это средство проявить себя, это средство доказать себе, что он действительно такой вот неотразимый, такой вот уникальный и, собственно, без этого он не может. Если женщина рядом с ним не стимулирует его к подобному поведению, то мужчина перестает чувствовать себя, перестает чувствовать, что он проявляет себя, ну, в общем, суть перестает чувствовать себя мужчиной. Представить чувствовать себя мужчиной в узком смысле этого слова. И для того, чтобы он почувствовал себя им, ему нужно, чтобы вы его оттолкнули, чтобы он вновь вас завоевывал. К сожалению, подобное поведение идет из неуверенности в себе, из детских и родительских отношений, из комплектов. И если человек сам для себя не осознает того, что это проблема, то у вас, собственно, как бы с вашей стороны, возможно, обратное положение, обратная, если угодно, позиция такая. Например, вы либо принимаете вот то, как ведет себя мужчина, то, что ему нужно, и даете ему это просто потому, что без этих аспектов мужчина чувствует себя неполноценным и так далее. Либо вы просто-напросто ищите себе более уверенных мужчин, которым не нужно постоянно подтверждать, что они самые лучшие, самые сильные и так далее. Если у вас уже два таких мужчины, да, то есть первый молодой человек был таким, второй молодой человек такой же, ну, это значит, что вы сами тяготеете к данному типу молодых людей. Это значит, что они для вас, ну, или лучше сказать, там, тип молодых людей для вас чем-то привлекательным. Соответственно, если у вас есть желание, то можно разобрать, почему вам подобный тип людей, молодых людей привлекательным, и что вы в них находите для себя. Если это будет понятно, то тогда можно будет уже ваше поведение немножечко поменять, поменяв свое поведение, вы сможете изменить и, собственно говоря, то, что происходит в вашей жизни. Здесь вопрос в том, хотите ли вы этого, если хотите, то насколько сильно. То есть ситуации бывают такие, что, может быть, вы задали свой вопрос, ну, просто, например, любопытство ради. И тогда ответ на него именно такой. Мужчина не будет делать того, что ему не нужно. Мужчина не будет делать того, но, в принципе, как и любой человек, мужчина не будет поступать так, как ему не выгодно, как ему неинтересно. А таковы уж люди, такова уж природа людей, и с этим ничего не поделать. Поэтому вам нужно понимать, что если мужчина ведет себя именно так, значит, что ему это нужно, ему это интересно, его это устраивает, и он хочет такого поведения. Он хочет так себя вести. А вот почему он хочет так себя вести? Что ему дает это поведение? Вот об этом, в принципе, я вам, думаю, ну, рассказал максимально подробно. И вам уже, собственно, решать. Либо вы принимаете мужчин такими, какие они есть, и просто-напросто даете им то, что они хотят получить. Либо вы ищите тех, кто ведет себя по-другому. И кто может, например, сделать вас счастливой в большей степени, чем те молодые люди, которые есть у вас сейчас. Могу предположить, что с ними вы не счастливы. Могу предположить, что с ними вы не реализуетесь, как женщин до конца. И это достаточно легко представить. Хотя бы потому, что, ну, далеко не каждая женщина может отожидывать себя счастливой и спокойной, когда нужно постоянно, ну, вести себя негативно. И мужчины как бы сам провоцируют женщину на это. Могу предположить, что вам это может быть неприятно, но если вам вот именно причина такого поведения ясна, если вам она, ну, как сказать правильно, если вас она, например, устраивает, если вы ее принимаете, эту причину, то тогда, я думаю, несложно будет подстроиться и дать тому мужчине то, что он хочет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Могу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.